Портовик на балансе администрации морских портов Украины есть, будет. Ну и пока мы строим очень серьезные планы по нашему портовику. Пока, скажем так, те планы, которые были там у городского совета Южного, там у других организаций, но это от них зависит. Пока, скажем так, инициативы никакой нет. Скажем так, только пока разговоры. Все осталось на уровне. Но я же не могу исправить портовик, не использовать и не реализовывать в социальных целях. Да, скажем так, в этой части мы очень серьезно начали налаживать работу по привлечению дополнительной клиентуры. Могу с гордостью вам сказать, вы должны это четко написать у себя. У нас не все это сделано. Портовик стал, своего рода, даже негласной базой для проведения очень серьезных конференций и семинаров целой системы администрации морских портов Украины. Прошло за этот год, 2015, где-то порядка, Игорь, наверное, не ошибаюсь, порядка 20, да, где-то? Да, да. Это и семинары экологов. К нам приезжали прибалты, мы их там встречали. К нам по безопасности мореплавания прошла серьезная конференция. Приезжали тоже западные наши портовики, партнеры, которые проводили сертификацию. Юристы, юридическая служба администрации морских портов Украины вообще, скажем так, поселилась в этом замечательном комплексе. Не, я в хорошем смысле слова, потому что всем нравится, спокойное зеленое место, море рядом. На этой базе СП Портовика, я с гордостью могу сказать, молодежка провела свой ряд мероприятий. И кубок среди администрации морских портов команд приезжали херсонцы, приезжал Октябрьский, Николаевский, порт Одесситы, Ильичовцы приезжали. И кубок порта Южного, вы знаете, мы замечательно провели, вы, наверное, в курсе это мероприятие. Поэтому мы себе поставили цель ждать, пока там гора к Магомеду придет. А Магомед решил, скажем так, СП Портовик развивать своими силами и возможностями. И в этой части мы все для этого делаем и привлекаем, скажем так, все для этого. Мы снизили, провели очень серьезную работу по снижению затратной части. Мы модернизировали типовую систему СП Портовика. На сегодняшний день планируем провести реконструкцию бассейна в части очистки воды. Очень серьезный тоже вопрос. И заняться в следующем году, наверное, все-таки мы подходим к этому вопросу игровым залом, для того, чтобы там крышу и полуигрового зала привести в современный вид, в современное покрытие, для того, чтобы дальше продолжать проводить соревнования. И сейчас поставлена задача руководства СП Портовиков в этом году выйти в положительный плюс. Скажем так, выйти на баланс, не просто баланс в ноль, а в плюс. То есть реально сыграть положительный финансовый результат. Потому что, ну это преимущество государственное, его надо эффективно использовать. Поэтому, а ждать чьи-то пожелания или желания, ну я не могу целый год просто сидеть и ждать. Поэтому, скажем так, мы настроились на то, что СП Портовик пока будет оставаться в составе администрации морских портов в Украине. Потому что, тем более, что коллектив Лонжероновский центрального аппарата мне не простит, наверное, уже не полна, Игорь. Ну вот так вот, да, мы раскрутили, да, и будем это делать. Поэтому и вы тоже занимаетесь этим вопросом. Но отдамать, я так понимаю, у вас уже нет желания, да? Ну, скажем так, ту работу, которую мы проделали уже и начали делать, и стартовали, точно говоря, уже желания не было. А почему передумали, извините, что я перебиваю тот же сайт-репост? Потому что был план, была цель, и город уже ломал себе голову. Мы прекрасно помним год назад, что будем делать с этим огромным зданием, с этим балансом. Я знаю, что город ломал. Но это факт. Город ничего для этого не сделал. То, что говорили, мы готовы, это не означает. Для этого, наверное, нужно проводить какую-то определенную работу. Но для вас же это был балласт, он же как бы был очень затратное, очень такое мероприятие. А теперь получается, что оно приносит доходы. Ну, скажем так, на тот момент, когда я его принял, давайте так, два года всего прошло, я его принял в том состоянии, в котором он есть. Мне для того, чтобы привести его более-менее в какую-то финансовую, экономическую хорошую картину, нужно же провести, говорят, мероприятия. Пересмотреть штатную численность, посмотреть структуру управления, посмотреть, что и на каких услугах мы можем нацелиться, где мы будем иметь больший доход или прибыльную часть хорошую, понимаете. Пересмотреть работу того же бассейна, понимаете. То есть, может где-то и повысить стоимость, а где-то ее понизить. Понимаете, например, летом, я вам честно скажу, мы очень здорово понизили стоимость. Наплыв был здоровый. Но мы проиграли другим, потому что мы посмотрели, они стоимость повысили. И мы могли стоимость повысить. Немножко в рынок не попали. В этом году пересмотрим свою тарифную политику. В этой части и работа в коллективе администрации порта Южного самого, администрации морских портов Украины производится. В части того, чтобы направляли людей, наших же работников, на оздоровление в СП Портовик. То есть, в этой части. Но мне же тоже нужно время пересмотреть. Я был не против, скажем так, для того, чтобы передать его городу, пограничникам, военным, милиции. Скажем так, многие изъявляли желание. Но желание пока остается только желанием. Но я же не могу просто взять, подписать и передать. Для этого же существует целый порядок работы. Хорошо. В таком случае, что будет с командой Портовик, ее дальнейшая, будущая гонбольная команда, мы имеем в виду, это гордость нашего города. И мы знаем, что финансирование там всегда сложно идет в последнее время. Ну, поймите правильно, не от меня зависит финансирование. Я, в частности, меня привлекали как президента этого клуба. Знаете, что займись, это работает. Все, что я мог, я сделал по возможному финансированию. Александр Геннадьевич в этой части участвовал. Скажем так, участвовали в этом и компании Delta Viewer. Могу сказать, и компания Outsis, Black Sea, там, в лице Князева Юрия Альбертовича тоже привлекался. В частности, компания Outsis полностью профинансировала кубок четырех в прошлом году по гонболу. Это однозначно. И в этой части, ну, кто сколько мог, тот давал на гонбольный куб. Но гонбольный куб требует по бюджету, я вам честно скажу, в ГП, когда я работал, я вел финансовую часть этого клуба. Она требует бюджета минимум 10 миллионов гривен по году. Но на сегодняшний день ни одно предприятие не готово даже 20% вложить в гонбольный куб, потому что эти деньги невозвратные. Все смотрят с точки зрения бизнеса. Раньше гонбольный куб финансировался за счет предоставления безвозвратной финансовой помощи из финансового плана государственного предприятия «Морской торговый порт Южный». Это я вам однозначно могу сказать. Это на сегодняшний день закрыто. Ну, вопрос закрытый. Это не от меня зависит, не от Александра Геннадьевича зависит, не от даже министра, а политики. Политики, которые на сегодняшний день есть. Государственное предприятие рассматривается с точки зрения государства как бизнес для того, чтобы зарабатывать и обеспечивать. А благотворительная помощь в пределах возможных нормативов. 10 миллионов не может выделить один Александр Геннадьевич. Ну, нету такой возможности. Ни он даже не решает эти вопросы. Тут можно понять. Поэтому финансирование со стороны ГПшки таким образом и было, скажем так, прекращено. Не закрыто, а прекращено. Я знаю точно, что и я, и Александр Геннадьевич, и...